Солвета со своей семьей начала арендовать у Рижской думы участок на Луцевсале 4 года назад. Рассказывает, что с тех пор жизнь изменилась. И всей ее семьи, и целого товарищества семейных огородов Казас Секлес. 4 года назад здесь было много заброшенных участков. Сейчас намного меньше. Участок, который я получила, был заброшен. Было две старые будки, которые уже развалились. Все это нужно было убрать. Равняли землю, приводили в порядок деревья, чтобы все выглядело, как сейчас. Нужно было приложить усилия. Сажали траву, делали клумбы. Так, что мы здесь построили? Мы сделали семейный проект. Как построить дачный домик и детям тоже. Это был проект трех поколений. Дедушка приезжал помогать. Детям нравится, но, честно говоря, больше всего им нравится на улице. Летом мы здесь, в принципе, каждый вечер после работы. Практически все выходные. Мы не понимаем, что мы делали раньше, когда у нас не было участка. У детей здесь уже друзья. Рядом есть и другие товарищества. Все потихоньку приводят территорию в порядок. Не только свою, но и общую. Вот здесь берег привели в порядок люди, которые здесь живут. У нас тут принцип благотворительности. Никто за это не платит. Используем разные возможности, чтобы благоустроить среду. В планах Латвийской футбольной федерации построить на Луцевсале новый стадион. Для этого Рижская дума должна передать федерации земельный участок. Местные переживают. Это лишит их муниципальных огородов. Вместе со строительством стадиона, скорее всего, планируется развитие инфраструктуры. Предусматривается строительство дороги, которая, скорее всего, судя по доступным планам, пойдет через все эти огороды. И вопрос, останутся ли вообще огороды и сколько, что останется. И так свободно дети уже не смогут бегать. В Рижской думе ответить на вопросы Руссала Сэм сегодня не пожелали, поручив комментировать проект предприятию «Группа 93». Она разрабатывает концепцию стадиона для Латвийской федерации футбола. Стадион строится в месте, где нет ни одного огорода. Там же стоит просто отработанная земля. Это 10 гектаров в самом начале Луцевсала. Мы говорим о возможном соединении этого центра с южной частью Лутовсала. То есть новая дорога. Большой частью огородов эта дорога не угрожает. Так что говорить о том, что сейчас вся Луцевсала останется без огородов, это неправда. Я думаю, это приблизительно даже не одна 15-я часть огородов всех. Ну то есть это сравнительно малая часть огородов. В планах также пустить общественный транспорт и построить 350 парковочных мест рядом со стадионом. Еще примерно 700 мест может быть расположено под стадионом. Все остальное за пределами Луцевсала. Использовать стадион планируют не только для соревнований, также для концертов и праздника, песни и танца. Место для постройки выбирали из пяти вариантов. Румбула, Югла, Зепниаканц, Спилва и Луцевсала. Самое подходящее место – это Луцевсала. Почему? Потому что она находится по сравнению с этими пятью местами в наиболее выгодном ситуации распоряжения к железной дороге, станциям, центральной станции, к автодорогам. Она уже имеет потенциал, это уже территория, в которой Рижане уже проводят свое свободное время. Это спортивные активности, это детский городок, это водные аттракции разные. Плюс на этом месте уже проходят большие соревнования, а события, как позитивы, например, и концерты. Рассмотреть вопросы передачи земли футбольной федерации Рижская дума планирует 17 апреля. Дальше исследования и обсуждения. Строительство может начаться в течение пяти лет. Евгения Копылова, Кришлина Селоидис, Русалоса. Редактор субтитров А.Семкин